Я вас приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы говорим с вами о страхе того, что я не той ориентации, с которой себя ассоциирую или приписываю, и как с этим страхом бороться. На чем вообще основан этот страх? Основан в первую очередь на западной пропаганде, которая говорит нам о том, что ты вообще не можешь ничего однозначно о себе утверждать. Ты должен всю жизнь потратить не на то, чтобы эффективно достигать своих личных результатов, а на то, чтобы найти ответы на свои вопросы. Я вообще Ваня или Петя? Я вообще 45 или 16? Я вообще русский или я там, не знаю, может, грузин, еврей, армянин, немец? Да, я там на земле хожу или я по облакам летаю? Я гомо или стретч? Я там мужчина или, может быть, на самом деле я женщина в мужском теле? Да, то есть пропаганда говорит нам, не взрослей, не обретай свою крепкую устойчивую идентичность всю жизнь, хотя на самом деле классические основы воспитания как раз закладывают устойчивую идентичность подростку, еще в подростковом периоде. Вот что знает о себе подросток, например, в 16 лет? Например, меня зовут Вася Иванов, я русский, я москвич, я мальчик, к примеру, я учусь в 10 классе, допустим. Ну вот, то есть чем больше ответов на вопросы о себе вы знаете, и они утвердительные, да, то есть вы в этом уверены точно, что точно мальчик, точно москвич там, точно там кожа белого цвета, точно 16 лет, да, тем легче вам в дальнейшем свою эту идентичность укреплять в частном порядке, в профессиональном, сексуальном там, в отношениях и так далее. Чем меньше ответов насчет идентичности вы о себе знаете, там, кто его знает, москвич или не москвич, кто его знает, какие крови вам не намешаны, потому что я не мальчик, девочка такая просто с фенисом. Чем меньше вы знаете ответов на эти все вопросы, тем более размытая у вас идентичность, и тем, конечно, сложнее вам найти себя, научиться зарабатывать деньги, жить самостоятельно, добывать ресурсы, принимать решения и так далее. То есть вся вот эта вот пропаганда, пока ты не попробуешь гейта или не гейта, ты точно не узнаешь, вдруг попробуешь, вдруг он раз, а-а-а, он тогда смотри. Вот вся эта пропаганда, она как раз направлена на то, чтобы люди не взрослели, да, чтобы ими можно было управлять, чтобы были такие некие биороботы, сыты, накормлены, крышной головой не течет, чего вам еще надо, а мы там за вашей спиной будем там, какие хочешь принимать там, реформы, политические решения и так далее. В принципе, вот для чего все это делается, это инструмент управления людьми. Я вам искренне советую на это не поддаваться, мы возвращаемся к нашему страху, как понять, что я не гей, или там, как перестать бояться, что я гей. Значит, на чем основан страх вот у мужчин, причем это не обязательно могут быть подростки, да, это могут быть зрелые мужи, там, у которых есть жена, любовь, дети, там, может, не один брак уже, да, все равно может существовать этот страх. И этот страх, он на чем основан? Ну, он основан на том, что человек убежден, что раз этот страх присутствует, значит, за этим точно что-то есть. Вот если мы, например, экстраполируем, да, эти мысли на другую ситуацию, допустим, вот вас в детстве пугали бабайкой, вот нянюшка ваша укладывала вас с папой или бабушкой, или мамой, и говорила, «Ты будешь ты спать или нет? Сейчас, давай, тихо, а то бабайка придет!» И ребенок такой раз, «Ой, бабайка!» И вроде как притих бабушка, нянюшка или мама, думает, слава богу, хоть угомонили этого сорванца, хоть бабайку испугался. На следующий день опять приходят, опять там ты балуешься, что-нибудь он думает, бабайка там, стоит за дверью, ну-ка спи. Потом время проходит, там ребеночек растет, думаю, уже не три года и не пять, там, или девять, или десять, вот, и там спать давно уложили, спать уже сам хочет, да, и там вдруг бабайка. Да бабайки нету, свет включаешь, под столом нет, под кроватью нет, шкафу нет, и жерешь. Ждешь. Раз там, луч в окно от фонаря попал, да, пылинки освещает, половица скрипнула, шурохи какие-то начались. А вдруг бабайка есть, а? И начинаешь бабайки бояться. Вот, в принципе, страх любой. Работает вот так, да, но мы же вот, давайте вот сейчас мы не спим, ночные страхи нас не пугают. Мы с вами можем трезво сказать, что, ну, бабайки нет. Мы его боимся, но его нет, точно нет. А страх есть. Страх есть, а бабайки нет. Вот все остальные страхи работают точно так же, и в том числе страх, что у меня не та ориентация, с которой я себя ассоциирую. То есть еще раз повторяю для тех, кто сразу не понял, может быть, какими-то другими словами, чтобы просто доходчиво было, да. А ваш страх основан на том, что если я этого боюсь, значит, за этим что-то стоит. Ну, какое-то, может быть, есть у меня интуитивное чувство, у меня копчиком я это подозреваю. Вот вы не подозреваете, да, и вас это и не волнует. А я-то подозреваю, значит, за этим точно что-то есть. И на этом базируются все дальнейшие построения, все дальнейшие страхи. Какие? Поехали. Страх, присутствие мыслей о том, что у меня, наверное, может, другая ориентация. Эти мысли к вам в голову приходят, да, вот вы там в ходьбе зашлись, только опомнились, блин, я опять думаю об этом, боже мой, это настало и все прочее. Дальше. Страх, что окружающие считают вас геем, да. Вы вот стараетесь быть за все-все нормально. Кто его знает, вон та девушка на вас странно посмотрела, вон та группа, там, коллег шушукается, да, там, вам кажется, что не обсуждают вашу одежду, еще что-то. Следующий страх как раз касается образ жизни и поведения. Вам кажется, что некоторые там цвета, которые вы предпочитаете, стиль в одежде, поведение, манера говорить, манера ходить, там, музыкальные предпочтения, сексуальные извинения, либидо упало, либидо пропало, либидо поднялось, да, любые изменения и любое ваше там поведение, привычки подсказывают окружающим, что вы все-таки, наверное, гей. Следующий страх связан с идентичностью. Как вообще наша идентичность происходит, особенно вот в подростковом возрасте, в молодом возрасте. Вот мы каких-то находим в себе героев, вот что-то нас восхищает, да, ну, с точки зрения мальчика, например, там, вот это вот такой классный, там, боксер, у него такие мышцы, он такая реакция, он такой сильный, вот это вот ученый знаменитый, вот этот человек очень успешный, бизнесмен успешный, у него машина крутая, да. И мальчики, они вот цепляют вот эти все из окружающей среды какие-то небольшие примеры мальчизма, маскулинности, которые они хотели бы видеть у себя, да, то есть они невольно, сознательно, восхищаясь какими-то разными качествами, стремятся и, в конце концов, овладевают этими качествами, да, становятся такими мужчинами, которые они хотят быть. Что происходит, когда страх мешает? Например, там, меня восхищает в моем друге его общительность. Меня восхищает в моем друге какое-то качество, а уж не, не раз ли я, да, то есть вот меня в друге, в каком-то знакомом парне, в каком-то герое, да, как бы искренне, с точки зрения идентичности, мне тоже такое качество естественным образом восхитило, порадовало, да, как бы заинтересовало что-то, и мне уже кажется, что раз я этим интересуюсь, значит, я, наверное, гей. Следующее, любые ваши симпатии к друзьям, вы боитесь, что вдруг это не искренняя симпатия, а проявление вашей гомосексуальности. И еще тоже такой интересный факт, который о страхах существует, например, что какие-то физические ваши качества, которых вы не выбирали, выдают у вас геи. Вдруг у вас есть ген, вдруг у вас какая-то особая длина пальцев, форма стоп, там, не знаю, рост, фигура, там, не знаю, обхват груди, талии, бедер, еще что-то, выдают у вас гея. И вот эти все страхи, они у вас роятся, 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 к чему это чаще всего приводит? Приводит к болезненным самопроверкам, да, пойду насильственно себя проведу через гомосексуальное отношение, чтобы убедиться, гей я или не гей. И когда мужчина идет по такому пути, да, ему это нафиг было, не надо вообще там, может быть, рвало от этого всего, он там, может, там поучаствовал, как бы, сам не знает как. Потом вот эти мысли о страхах, они еще более усугубляются, да. Да я точно не гей, у меня жена, у меня женщина возбуждает меня. Реально, она женщина-член встает, у мужчины не встает, да. Ну, у тебя же в жизни был такой опыт, когда там что-то где-то с кем-то был? А вдруг это не просто так? А вдруг ты все-таки действительно гей? Вот, и прибавляется еще вот этот вот опыт самопроверки. Поэтому сейчас будет такое вот самое сложное задание, да, как преодолеть вот эти вот страхи, как успокоиться и начать жить нормально уже. Этим страхам не надо сопротивляться и не надо их ни в коем случае подавлять. Например, там, а, вот, опять мне кажется, что если там в юности мы очень крепко дружили с Димой или с Петей, то, наверное, поэтому я вот гей все-таки, и начинаете раскручивать эту мысль, да, и надо подавить эту мысль, вот, подавить эту мысль, избегать этой мысли. А эти мысли, они как нарочно, они там отовсюду к вам приходят, да, мысли-то это что? Это просто химическая реакция в голове на самом деле, да, вы ее осмысливаете, у нас эта мысль ко мне пришла, значит, за этим уже что-то заставили. Вот, и подавите эту мысль, подавите, чтобы эта мысль вас не беспокоила. Вот это вот основная ошибка, да, то есть, чем больше вы начинаете придавать значение факту наличия этой мысли, тем больше вы себя дестабилизируете, тем больше вы себя загоняете вот в этот замкнутый порученный круг. Чем больше мыслей, тем больше, как бы, чем больше я об этом думаю, тем больше, наверное, все-таки я склоняюсь к тому, что у меня есть какая-то скрытая, подавленная ориентация, о которой я не знаю. Итак, давайте все-таки три пути, по которым вы идете и по которым не надо идти, выделены. Первый путь – это самопроверки. Второй путь – это подавление мыслей о том, что я, наверное, все-таки гей, да, и третий путь, которым не надо идти, которым вы себя загоняете в тупик – это расследование мыслей. То есть, например, пришла мысль, что, допустим, если я пошел вот в этом там разноцветном шарфике, то, наверное, люди будут думать, что я все-таки латентный какой-то хомосексуал, еще что-то пятое-десятое. Вот. Такая мысль мелькнула, да, и мы там, ну, в этот момент шли, задумались куда-то там, спешили, бац, о чем я сейчас думаю? О том, что этот шарфик выдает вам не гея. И начинается расследование мысли, такое самокопание, экскабатором в голове, откуда ко мне пришла эта мысль, о чем она, что она эта мысль символизирует, да, и так далее. Вот. И вы пытаетесь расследовать каждую мысль зачем? Для того, чтобы найти источник этой мысли, а уж не заложено где-то в прошлом, о чем вы сейчас забыли, но была какая-то все-таки реакция, которая все-таки выдает вас там гея или еще что-то и такое подобное. Вот. Итак, смотрите, расследование мыслей, самопроверки и избегание мысли о том, что я не такой ориентации, это три тупиковых пути, которыми вы себе не поможете избавиться от страха и тревожности по поводу того, что я гей. Вот. Как можно себе помочь? Давайте я вам дам сейчас два хороших рабочих способа. Первый рабочий способ, давайте назовем его упражнение река. Я, конечно, всем своим пациентам рекомендую овладеть искусством медитирования, медитации, да, и не один раз в день медитировать. Не обязательно там какие-то позы занимать, там с комнатой выгонять, можно в ванне расслабиться и через этот опыт пройти такое равномерное дыхание, расслабление, концентрация только на телесных ощущениях. Если вы владеете методикой погружения Шульца, погружайтесь по этой методике в состояние альфа-ритма, то есть такое состояние как бы предзасыпания, такого полного релакса. Вот, и вы с этой мыслью не болитесь, да, вот пришла мысль. Сегодня я думала о том, что если я иду в разноцветном шарфике, значит, окружающие думают, что я, наверное, не такой ориентации. Пришла эта мысль. Эта мысль похожа на реку или на ручей, который течет по камушкам, вдоль каких-то заборчиков, деревьев, каких-то преград, ручеек проходит и уходит. Он откуда-то оттуда, этот ручеек начинается. Мимо там каких-то преград течет и куда-то там этот ручеек уходит. Да, мысль это просто химическая реакция, которая запустила электрохимическую волну, она потекла. Где-то там в виде этих камушков, этих деревьев, этих каких-то, может быть, там, строений, мимо которых прошла вода, да, в виде вот этого всего было ваше трезвое восприятие, да, где вы, момент, где вы осознали ту мысль, вы ее приняли и пропустили. А на речку пришла и утекла, да, то есть вы просто визуализируете, мысли приходят и уходят. Они поступают, я их пропускаю через, там, свое сознание, как через фильтр, состоящий из камушков, деревьев, заборчиков, водичка сквозь них проходит и дальше уходит. Ну вот, такую медитацию проводят, то есть мысли мы не гоним ни в коем случае, не избегаем их. А, блядь, опять эта мысль пришла, надо что-то сделать, чтобы эта мысль ко мне больше не приходила, они мне достали. А мы их приходят и уходят, мы их фиксируем и отпускаем, фиксируем, блядь, пришла, отпустили. Да, просто вот развлечили, там, ну, например, вы по улице идете, там, деревья, заборы, люди, собачка побежала, светофор, там, лавочка встать, да. Ну, что вы мимо них прошли, она там осталась стоять, вы дальше пошли. Так же точно вы идете, там, мимо этой мысли, да, вы, как бы, ваше сознание, вот эта вот река, да, она, как бы, вот с ней ушли эти мысли, да, все, они мимо вас прошли. Просто зафиксируем, да, она была мысль, но она вот пришла, ушла. Это первое упражнение. И второе упражнение у нас будет принятие этих мыслей. Это очень трудно, сразу говорю, ребята, я понимаю, как это трудно, потому что здесь возникает такая парадоксальная ситуация, я всеми силами пытаюсь искоренить из себя страх, что я гей, да, а сидит какой-то тут вредный специалист и говорит, да ты прими этот страх, ну, он же есть в твоей жизни, это же факт, что такая мысль пришла, она уже пришла, все, она уже есть, все, ну, какой-то уже случился, этот мороз уже пришел, вот, а тем не менее, вам придется принять реальную действительность. Вы же в окно смотрите снег, видите, вы же принимаете снег, вы же не так опять этот гадский снег, как у меня достало, у меня уже нет, снега нет, снега нет, там зеленая травка, там желтый песочек, и так и пошли в трусах и в шлюпинцах такой на улицу, нет, вы принимаете реальность, вы говорите, ну, я, может быть, не люблю зиму, не люблю холод, мне бесит то, что 6 месяцев надо ходить там в трико с начесом, да, нужно делать, но это реальная действительность, и надо в ней жить, поэтому я так одеваюсь и хожу, тоже так же вы примите эти, да, ко мне приходят такие мысли, и можно даже вести дневник мысли, можно все свои страхи расписать, можно взять из тех, что я упоминала, например, страх, что окружающие по поведению заметят, страх физических подтверждений, страх того, что что-то было в прошлом, значит, будет и в будущем, еще все выписать, да, и можно даже фиксировать, вот, например, сегодня у таких страхов было, там, две палочки, два раза, это, там, тын-тын, посчитали один раз, это пять раз, вот, и когда вы так поживете, например, недельку, на мысли приходят, вот у меня столько сегодня было таких мыслей, сегодня столько раз ко мне приходил в голову такой вот страх, можно еще записывать другие мысли, Например, к вам в голову могут переходить другие страхи. Вдруг я не закрыл дверь, вдруг я не закрыл кран, вдруг мне не хватит денег в следующем году, вроде как обещали убавить зарплату. Вдруг мне никогда не будет жизнеотношений, вдруг у меня не родятся дети, вдруг я в какое-то состояние беспамятности схвачу ночь, нож и поврежу кого-то. Вдруг на меня упадет кирпич, вдруг ко мне в дом придут воры, а я буду спать в кровати, они меня убьют. Бывают такие страхи, мы смотрим телевизор, кино, проекты снимают, фильмы, нам становится еще страшнее. Вот, и, пожалуйста, записывайте все эти мысли, и вы увидите, что вообще у нас мыслей разнообразных, фантастических, сюрреалистических, футуристических приходит в нашей жизни великое множество. Вот, просто мы на чем-то не заакцентированы, да, пришла мысль про там то, что может упасть кирпич. Пришла такая, что пока я на работу шел, я уже про нее забыла, я уже дошел. Может, он там где-то и падал, кирпич, но я уже это место давно прошел. Вот, то есть мы какие-то мысли, которые тоже страшны на самом деле, да, мы их научились как-то, ну, есть она и есть, да, вот как вы идете, например, на работу, да, и тут люк открыто, там яму выкопали, там грязюка, да, и вы идете, о, там люк, о, там яма, о, там грязюк, но вы идете между ними, да, так, как эти вот страхи чудовищные, да, о, там страх, тут страх, там страх, ну, там, я-то, они есть, но я их не касаюсь, я иду дальше. Точно так же вам нужно и принять того, что есть такой страх, что я не туалитет, он есть, он объективно у меня есть, у меня мысли эти, роятся, и страх у меня такой есть. Это решите, и будет вам счастье. Дорогие друзья, всем остальным, кто еще чего-нибудь не понял из моего рассказа, очень сильно рекомендую пройти мою консультацию на эту тему. Поверьте, мне есть, что вам сказать с глазу на глаз.